Дистанционное научение, необходимое в условиях пандемии, стало справедливым выкликом для установки адекватации. Им необходимо по максимуму реализовать не только свой технический, а и творческий потенциал. Об адекватном процессе в новых условиях и креативных идеях Гомельского педагогического колледжа и Мявы Годского в следующем сюжете. Большая частка наученцев в педколледже осталась дома в этот небеспечный час. Типа в собственном ожидании, типа потребовании родителей. Але гэта не подстава, каб спыняць навучанне. Перед наставниками установы паустала новая задача – организовать процесс таким чынам, кабу се навучанцы працевали адначасова – и у аудиторий, и дома. Выкладчики колледжа паспяхово справляюцца з ёй. Нават реализуюць разам с падапечнами новые адукацыйные проекты. Идея, которая есть и уже начала работать, мы предложили нашим учащимся, выпускные группы, третий, четвертый курс, чтобы они разработали свои собственные уроки и записали их для учащихся начальной школы, которые смогут получить образование по текущим темам, просто зайдя на наш сайт. Выкористание техничных махчимостей удосконаливается и часом набывая саправды незвычайные формы. Проверка веда удякуючи QR-коду робит заняток с захопляющим и дозволяя скоротить физичный контакт с наученцами. Выховавчая работа так само не засталася без уваги. Организованы видеопроекты для тех, кто знаходится у самоизоляции. Первый конкурс «Провожу время дома», то есть учащиеся создают свои видеоролики и размещают их на нашем портале о том, как они проводят свое время после учебы в условиях самоизоляции. И второй видеоролик о том, как мы организуем семейный досуг, семейное счастье. Эти ролики создаются в рамках проекта «Дом без насилия». Новые умовы стали для педагогичного колледжа мотивацией исти наперед. Творчий падыход и любов до своей працы да помогут переадолись в ипробовании сенешняга часу.